Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Честно скажу, что наша сегодняшняя программа лично для меня началась несколько дней назад, когда наша служба информации готовила сюжет, который мы сейчас посмотрим. И после уже этого я тогда представлю наших сегодняшних гостей. Прошу. Пока он только репетирует, но уже через два дня произведения великих классиков Баха, Райнбергера и Рейгера в исполнении Флориана Шахнера услышат краснодарцы. Свои 32 он и сам автор многочисленных произведений. С музыкантом из Германии краснодарская публика уже знакома. Флориан был с концертом в нашем городе в 2015 году. Виртуозное исполнение тогда еще почти юного музыканта поразило южных поклонников клавишно-духового инструмента. Впрочем, чувство это оказалось взаимным. Это мой второй визит в Краснодар. Очень большой, интересный город, очень разноплановый, с множеством людей. И видно, что с множеством интересов. Я очень счастлив вновь сюда приехать. Шахнер говорит, Варган любился в семь лет после того, как услышал Баха. Однако за сам инструмент сел только спустя 10 лет. Нужно было развить музыкальный слух и чувство ритма. Флориан долго пел в хоре, играл на фортепиано, кларнете и флейте. Изучал дирижирование и популярную музыку. У себя на родине в Германии музыкант очень востребован. Доказательства многочисленные награды и стипендии именитых композиторов. Говорить о себе Флориан много не любит. Верит, что органная музыка может рассказать о композиторе и исполнителе гораздо больше. Поэтому просто и по-душевному приглашает всех на свой концерт, который пройдет в пятницу в муниципальном концертном зале. Привет, красный дар! Народ пригласит на концерт. Ну вот в выпуске новостей была еще одна фраза, которую мы обрезали. Там было сказано, что герой сюжета появится, обязательно появится накануне концерта здесь в нашей студии. Это обещание мы выполняем. Итак, гости нашей сегодняшней программы. Флориан Шахнер, музыкант, и Олеся Чалая, специалисты отдела зарубежных связей и протокола управления делами Краснодара. Ну вот Олеся Алексеевна любезно согласилась нам помочь с переводом. Спасибо вам за это большое. Но вам, Флориан, сразу скажу, что вы просто покорили сердце нашего корреспондента. Она была в восторге от общения с вами. Ваши впечатления, вы уже сказали, что второй раз приезжаете в Краснодар, мы слышали ваши впечатления от города, сильно ли он изменился вот за то время, пока вас не было. Да, я заметил изменения в Краснодаре. И когда я вылетала из Германии, там шел снег, сюда я подлетала, соответственно, снег превратился в дождь. Но Краснодар – это очень живая город, и я это всегда очень понравилось, здесь быть. Краснодар я очень живым, живленным городом, и я наслаждаюсь пребыванием в этом городе. Если говорить о ваших музыкальных пристрастиях, ну как минимум три композитора прозвучали в сюжете, в музыку, которую вы будете исполнять, все-таки к сердцу что ближе? Кто из авторов вам ближе всех? Когда мы поговорим о ваших музыкальных пристрастиях, то кто в вашем сердце очень глубже от музыкальных пристрастий? Конечно, есть очень много композиторов, которые пишут музыку для сердца, но ближе всего мне Себастьян Бах. Что вы ожидаете от краснодарского зрителя, тем более что от слушателя, тем более что вы уже общались с ними, как вам показалось, краснодарская публика, в первом общении? И что вы ожидаете от наших зрителей, от наших зрителей? Может быть, вы уже какую-то 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 Meinung на первый посетку? Конечно, вы получили Идрыки, и поэтому, какие-то ожидания у вас есть при этом второй посетке? Я, конечно, был бы очень рад, если бы публика была открыта и была готова принимать, вынимать как низкие тона, так и высокие тона органа. Также музыку любимую, а может быть, и незнакомую, где-то даже тяжелую. Ну, тогда получается, что в Краснодаре любители органной музыки, они в достаточной степени избалованы различными исполнителями. Здесь в том числе ставили эксперименты, играли современную музыку на органе. Чем вы собираетесь удивлять нашу публику? Это публика в Краснодаре в Краснодаре очень приемлеметов. Вы имеете в виду мнение с музыканами, которые Оргельмусик спилят. Здесь были очень много выступления. И как вы будете это публику эровать? Как вы будете это публику эровать? Я думаю, что это публику эровать будет так, как в последнее время. Я также играла, и они очень сильно кричатся и браво. И я думаю, что это будет так, что это будет так. Я надеюсь, конечно, на приятные впечатления. Если в прошлый раз я играл, и меня просили, дополнительно сыграть на бис, и кричали браво, то в этот раз я надеюсь на такой же результат. Я, конечно же, хочу покорить публику своей музыкальной программы, которую я специально подготовил. Начну я с произведения Иоганна Себастьяна Баха, затем произведения Райнберга. И в втором части werde ich auch стыки von mir spielen, von Florian Schachner, und zum Abschluss von Max Riege. Max Riege? Max Riege. Вторая часть будет представлена моими произведениями, то есть Флориана Schachner и Max Riege. Великолепно. Тогда, я надеюсь, я больше чем уверен, что вы уже пообщались с Михаилом Повалевым, человеком, который наш местный музыкант, человек, который следит за органом. Я знаю, что он очень трепетно относится к инструменту и так вот просто поиграть не дает никому. Как сложились у вас отношения с Михаилом? Я знаю, что вы уже с Михаилом Повалевым спрашивали. Он был первый орган-мистр в нас, и он кюмает себя о орган и не позволяет никому, с ним не было орган-мистрироваться. Для него очень важно, орган-мистрироваться в норме. Какие мнения и впечатления вы имеете от Михаила? Михаил тоже очень хороший организм. Он организм с сердцем, с пониманием. Он очень любит играть. Я считаю его как коллега и как человек. Я высоко ценю Михаила. Потому что он органист от сердца, но в то же время органист с пониманием, что очень важно. Я считаю его как специалистом высокого уровня, так и человеком достойным. Я знаю, что ваш нынешний приезд в большей степени был инициирован вами самими. Почему именно Краснодар? Чем наш орган вас покорил? Я считаю, что эта Резь из вас был из-за вас из-за вас. Почему вы Краснодар снова выбрали? Как вы из-за вас из-за вас из-за вас из-за вас из-за вас из-за вас? Краснодар? Конечно. Краснодар? Конечно. Краснодар? Конечно. Чтобы сюда прилететь, мне нужно было сделать две пересадки. Во время первого визита причиной были люди. И, конечно же, во время второй поездки у меня ожидания связаны с людьми. Поэтому я снова здесь. В сюжете мы видели, я понимаю фортепиано, я понимаю клавесин. Чтобы осуществить мечту стать органистом, флейта откуда взялась? В этом видео мы видели, какие интересы вы на музыки инструменты имеете. Я понимаю клавесин, клавесин и флейта. Почему флейта? Флейта – это очень красивое инструмент. Это мелодия инструмент. И я, будучи в школе, изучала 4 года игру на флейте. И у органа очень много флейт. Ну да, в принципе, да. Если говорить о тех людях, которые вас провожали, в данном случае в Краснодар, как они реагировали на ваши желания приехать в наш город, не переживали ли они за вас? Или не переживают ли сейчас за вас? И когда мы говорим о тех людей, которые вас на русском, которые вас провожали, какие впечатления, какие впечатления, какие впечатления, какие впечатления и впечатления у вас в вашей реализации? Это так, что я две женщины уже в первом посетании, это Маша и Михаил. И, во время того, что мне помогли, как его терминат, помимо меня, Но, по-моему, это дело в нашей стране. И они уехали в одну сторону с женщиной. И, во время она уехала, несколько словами, несколько словами, на горячий в горы, у меня. Ну да. У меня – во-первых, мне очень важно. И у меня тоже – Во-первых, я должен упомянуть свою кошку, отметить свою кошку, которая переживала за меня, попрощалась перед поездкой со мной. И в поездку меня готовили, желали приятных впечатлений три моих сестры, родных сестры. Желали, конечно, всего хорошего, наилучшего. Ну и мама, переживая, отправляла меня сюда со словами на путстве. Если мы говорили про кошку, то я советую вам, в нашей стране кошки очень любят сметану, всем известно, что кубанская сметана самая лучшая в нашей стране, так что привезите ей в подарок лучше нашу сметану, я думаю, она успокоится. Вы имеете в виду свою кошку, если я вам советую вам что-то, мы хотим, что все кубанские сметану, поэтому вы можете кубанские сметану и подарить ее из Краснодара для вашей кошки. Это я очень gerne сделаю. Я сделаю это, с удовольствием, спасибо. Ну, к сожалению, рамки нашей программы, они несколько ограничены, тем более, что на сегодняшнюю программу мы запланировали еще одного гостя, так называемую принимающую сторону, поэтому я просто вынужден с вами попрощаться. Спасибо большое, что были гостями нашей программы. Уважаемые телезрители, прежде чем мы это сделаем, я еще раз хочу вам напомнить, что гостями первой части нашей программы был Фуориан Шахнер, музыкант и специалист отдела зарубежных связей и протокол управления делами Краснодара, Алиси Чауэ, которая помогала нам с переводом. Спасибо. Мы продолжим сразу после рекламы. Мы продолжаем нашу программу. Ну, если использовать спортивный язык, в команде гостей у нас произошла замена, и следующий гость нашей программы, директор Краснодарского муниципального концертного зала органной и камерной музыки Мария Тернавская. Здравствуйте, Мария Николаевна. Ну, возвращаясь к первой части нашей программы, вот выяснили мне, что Фуориан в большей степени был инициатором концертов своего приезда в Краснодар. Для вас, насколько это было, скажем так, если не в диковинку, то в новинку, когда вот так музыкант, музыкант иностранный хочет приехать в город Краснодар? Ну, на самом деле, для меня это большая честь. Значит, мы работаем неплохо, если музыканты хотят к нам возвращаться по своей инициативе. И больше того, он изъявил желание посмотреть и подольше остаться в городе, чтобы не спеша погулять и насладиться. То есть не только орган и гостиница, да? Да, да. То есть вот в этот раз он как раз приехал на несколько дней побыть подольше до концерта, не просто чтобы позаниматься, но и чтобы насладиться нашим городом, погулять по улицам и познакомиться с достопримечательностями. В общем-то, вчера уже состоялась экскурсия. Михаил Иванович город немножко показал, рассказал. Мы имеем в виду Паваль, да. Мы уже вспоминали его сегодня. Да, наш органист. Они пообщались. Он еще раз сел и вспомнил наш орган. Сегодня мы пообщались со студентами музыкального колледжа Римского-Корсакова. Ему было очень приятно, что много ребят, которые занимаются и интересуются профессиональным творчеством. Он сел, поимпровизировал немножко, чем удивил наших учеников. Так что вот такой культурный обмен, мне кажется, он очень важен. А как отреагировала публика на повторный приезд Флориана в Краснодар? Тем более, что мы, опять же, не первый раз с вами здесь в этой студии встречаемся. Мы говорили о том, что у нас уже есть какой-то определенный такой, ну, не хочется говорить слово «костяк», да, но определенное количество людей, которые являются постоянными слушателями органа. Ну, на самом деле, публика рада слушать и сравнивать, мне так кажется. И есть та публика, которая его уже слышала, но ее не так много. У нас настолько динамичный и развивающийся город, что публика, я замечаю, что она каждый раз меняется. Причем приходят молодежь, приходят новые публика, которые посещают зал впервые. И мне это очень радостно. Они считают необходимым ознакомиться, что есть вот такой орган. Я думаю, что в процентном соотношении, процентов 30, вот из той публики, которая нас посетит в пятницу, они слышали Флориана Шахнера. И я думаю, для многих это будет открытием. Тогда давайте говорить, все-таки проговорим это, да, о том, что концерт состоится в пятницу, в начало... В 19.00. Соответственно, место все то же самое, муниципальный органный зал, как его привыкли называть по старинке. Но ведь этот концерт, то есть это не отдельное выступление, да, насколько я правильно понимаю, это выступление в рамках фестиваля, если можно немного о фестивале. Все верно. В рамках фестиваля Екатеринодарские музыкальные вечера, который у нас ежегодный, проходит 26-й раз, мы стараемся разнообразить программу и приглашать музыкантов разных направлений. В рамках классической музыки у нас открыл фестиваль Тихон Хреников с музыкой своего прадеда и с Кубанским симфоническим оркестром, поскольку был юбилей 105-летия композитора. Флориан Шахнер ознаменует второй концерт этого фестиваля. Далее будет посвящение Дмитрию Хворостовскому. Приезжают гости из Москвы, два баритон-тенор и сопрано. Это камерный концерт. И завершит программу фестиваля выступления премьера оркестра «Лики Модерна», где сыграют музыку Шостаковича и музыку современных композиторов из Америки. Ну, опять же, я вернусь к нашим с вами предыдущим разговорам здесь в этой студии. Вы как-то говорили о том, что существует, ну, как бы это правильно сказать, некая музыкальная биржа, да, куда приезжают представители тех или иных залов, в данном случае выездите от города Коснодара, и там выбирают исполнителей по те или иные фестивали или по те или иные концерты. А вот такая ситуация, когда музыкант сам звонит и говорит, «А вот не хотите ли вы, чтобы я к вам приехал, или, пожалуйста, позовите меня, я просто не знаю, как это было, да, позовите меня еще раз в город Коснодар, уже очень мне понравился город, хочу у вас выступать». Насколько это уникальная ситуация или, в принципе, я не знаю, там, среди органистов отдельно или музыкантов вообще такое тоже практикуется? Практикуется, конечно. Музыкантам всем, как и любому человеку, нужна работа прежде всего. И в ходе своих гастролей, конечно, какие-то есть преференции по городам у музыкантов, и у площадок, вот таких, к которым мы являемся, тоже есть преференции среди солистов. И мы уже знакомы друг с другом, мы вот на такой короткой ноге можем как-то посотрудничать, когда человек звонит и говорит, «Я буду где-то рядом», или «Я готов специально приехать», «Готовы ли вы меня встретить?» И мы, конечно, зная человека, зная его уровень исполнительский, мы идем навстречу. Ну вот, я не знаю, как это есть у вас, профессиональных директоров органных залов. У нас на телевидении, ну, существует какие-то, знаете, такие определенные, определенная конкуренция. Да, мы многие друг друга знаем, я имею в виду журналисты из разных телекомпаний, но вот тоже есть какая-то определенная, ну, как бы сказать, профессиональная хорошая запись. Вот к тебе пришел человек на интервью, а ко мне там этот человек почему-то не пришел. Вы смогли договориться, а мы вот не смогли договориться. Вот существует ли такая конкуренция? Что говорят, я не знаю, люди, с которыми вы общаетесь, директоры органов залов, когда вот, а к вам, конечно, к вам вон немцы приезжают, а к нам не приезжают, или такого нет? На самом деле, как ни странно, нет, мы друг друга поддерживаем, наоборот. И вот сейчас у нас складываются даже туры для каких-то... Вот я знаю, ближайший орган, по-моему, в Сочи, да, у нас? Ближайший в Сочи? Да. С сочинским органным залом у нас прекрасные отношения, мы с директором поддерживаем, созваниваемся чуть ли не каждую неделю, она рассказывает, какой солист хороший, кто у них побывал и кто понравился их публике. Я беру себе на заметку, что-то звоню, я ей рассказываю. Не всегда получается это объединить и сделать туром, чтобы, допустим, тот же Шахнер проехал и сыграл в Сочи. Это связано с занятостью зала и с графиком, который планируется заранее. Но мы всегда стараемся друг друга поддерживать и держать руку на пульсе. А тогда вот публика в Сочи и публика в Краснодаре, с учетом того, что это примерно один и тот же регион, мы находимся достаточно близко, ментальность достаточно близкая, публике в Сочи и в Краснодаре нравятся одни и те же музыканты? Или там, допустим, сочинская, по вашим ощущениям, несколько иная, и вот их что-то может тронуть, а нас не очень или наоборот? — Я думаю, что это как раз задача директоров подбирать таких музыкантов, чтобы они были интересны публике. Для публики, мне кажется, самое главное — услышать, во-первых, профессиональный уровень хороший, разнообразную программу и, собственно, сами звуки органа, которые на некоторых магическим образом воздействуют. — Особенно когда басы, я вот, честно говоря, у меня вообще все вибрирует внутри. — Люди выходят и говорят, у меня прям пронизало вот именно звучание органа, потому что идет вибрация. Кто-то приходит и, прочитав медицинские какие-то показания, говорит, что вот мне к вам, как на прием к врачу. И, в общем-то, приходят и покупают билетики, слушают с удовольствием. Выходят все в восторге. — Нет, мне, честно, меня порадовало, честно скажу, порадовало, что будет исполнено произведение Баха. Мне кажется, вот это тот композитор, у которого вот все внизу. — Который вечный. — Который все внизу, и это, конечно, вот эта вибрация, они совершенно замечательные. Билеты еще остались? — Билетов осталось немного. Так что, кто желает, всех будем рады видеть. — Спасибо большое, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, еще раз хочу вам напомнить, что у нас в Органном зале в 19.00 в пятницу, в ближайшую, будет выступление музыканта, музыканта из Германии, Флориан Шахнер, будет играть музыку, в том числе музыку Баха, мною очень любимую. Так что приходите, билеты еще остались. А гостем нашей сегодняшней программы была директор Краснодарского муниципального концертного зала Органной и камерной музыки Мария Тернавская. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.